Друзья, всем привет! В этом видеообзоре мы с вами взглянем на часы Sertina DS8 Moonphase, хронограф, хронометр. Вот такое длинное название у этих часов. На самом деле все в принципе довольно просто. Moonphase это фаза луны, хронограф это соответственно хронограф или секундомер. Ну а хронометр это механизм. Сейчас детально про все это расскажу, потому что весьма любопытный на самом деле экземпляр. Вообще, друзья, это обновление. Это обновление той же Sertina DS8 Moonphase, хронограф. Мне кажется, лет пять прошло с момента выпуска первого DS8 Moonphase. Ну, очень хитовая моделька. Не зря Sertina обновляет. Конечно, обновление касается большей степени косметики, какого-то там внешнего вида и деталей. Ну и заветное слово хронометр, конечно, появилось в названии. Это гордость любого производителя Sertina, в том числе хронометрами. Конечно, сейчас немножко, может быть, сама повторюсь, но опять же расскажу. Вдруг кто-то здесь впервые что-то новое для себя допочерпнет. Хронометрами могут называться особо точные механизмы, которые проходят тестировку в швейцарском институте хронометрии, так называемый COSC. И получают данный сертификат, если вдруг проходит. Тестирование довольно серьезное. Это 15 суток в различных положениях и температурных режимах. И для кварца допустимой погрешностью являются 0,07 секунды в сутки. Это примерно 35 секунд в год. У Sertina, по их заявлению, это еще точнее, это около 10 секунд в год, потому что здесь калибр стоит от ETA G10962 PrecDrive. Вот, они заявляли и до этого. Примерно 10 секунд в год. Это, друзья, серьезный, на самом деле, очень серьезный калибр в плане точности. По своим возможностям, это, как следует из названия, хронограф. То есть, у нас есть возможность отсчета отрезка времени. Moonphase, соответственно, фазы Луны, это отдельный субциферблат. Ну, сейчас, конечно, все уже детальнее посмотрим. Давайте взглянем, что это с внешней точки зрения. Стальной, конечно же, корпус, как всегда, это 316L у Sertina по обработке. Давайте взглянем, бока, это абсолютно зеркальные поверхности, причем как корпуса, так и выпуклого безеля. Что касается размера корпуса, это 42 мм, а в толщину он имеет 11,8 мм. Везде такие обтекаемые, приятные, друзья, формы. Взгляните на, на самом деле, на ушки, как они загибаются симпатично. Кстати говоря, про ушки, 21 мм размер, то есть нестандартный размер. И мы ремешок тоже чуть позже посмотрим, кожаный. Но в случае замены, да, то есть немножко такое усложнение создали будущим владельцам, потому что 21 редковато можно найти. С этой стороны, справа у нас есть пушер управления, соответственно, хронографом, плюс настройки, ну и заводная головка с гравировкой DS или Double Security, или двойная защита. Это система фирменная защиты данных часов, предполагает собой уплотнение в заводной головке и в задней крышке. Сертина гордится ею, уже применяют порядка 60 лет. Всегда демонстрирую это аббревиатурой DS. Циферблат, друзья, давайте взглянем на этот шоколадного оттенка циферблат. Градиентный, с эффектом Sunburst или солнечных лучей. Приятно, он играет светом. Взгляните также на отражение в стекле. Вот, кстати говоря, про стекло. Здесь стоит сапфир с односторонним антибликовым покрытием. Посмотрите, как он отражает источник света, друзья. Он его мягко разводит, при этом читаемость сохраняется. Обычно, если бы не было антиблика, мы бы видели просто световое пятно. Но антиблик хорошо здесь отрабатывает, на этой модели это прям хорошо видно. Очень понравился циферблат, друзья, в отличие от предыдущей модели DS8. Там тоже были глубокие субциферблаты, но они были как бы перекрытыми. А здесь просто глубокий субциферблат. Вы взгляните на глубину. На самом деле секундный счетчик прилично так утопает. Секундный счетчик непосредственно часов. Это малая секундная стрелка внизу. Потому что основная стрелка, или вернее большая, это стрелка хронографа. Мы его чуть-чуть позже запустим. На двух часах у нас расположился счетчик как раз таки хронографа. Это часовой и минутный счетчик. Ну а секундный это центральная стрелка. Давайте-ка запустим наш хронограф. Пускай он отсчитывает. Индикация даты в окошке на 4 часа. Тоже очень глубокая. При этом хорошо считывается. Но иногда, как видите, тень в зависимости от источника света может касаться даже и значений. Ну и изюминка данных часов это фазы Луны. Это субциферблат на 10 часах. В течение 29,5 суток Луна делает полный оборот. То есть так же, как и на небосклоне. Это приятно смотрится. Не сказать, что это суперпрактичное усложнение, которое сейчас имеет какое-то значение. Но Луники это особый вид часов. К ним как-то вот теплее можно отнестись. Даже несмотря на то, что это по сути и бесполезная функция. Надо сказать, друзья, читаемость хорошая. Мне понравилась она. Читаемость хорошая, как и светлое время суток. То есть у нас довольно приличные длинные стрелки. Часовая, минутная. Это хорошая индикация. Это, как видим, смешанная индикация. Либо метки, либо арабская. 3, 12 и 9. И, кроме того, и в темное время суток он хорошо считается. Люм есть на стрелках, на метках и, собственно, на арабских метках. Поэтому время можно считать как днем, так и ночью. В принципе, очень удобно. Не лишь бы аксессуар, а в принципе практичные часы. Ремешок. Давайте взглянем на данный ремешок. Это кожаный ремешок. Конкретно кожа теленка. Как я говорил, 21 мм. Размер крепится. Он на двухстороннюю бабочку. Чаще всего у Сертины как раз такие застежки. Это очень удобные, комфортные, надежные застежки. И летая. То есть, ну, в общем-то, все как положено. Давайте взглянем на заднюю крышку. Сертина всегда тоже уделяет ей внимание. В данном случае у нас фирменная черепаха. Или это концепция DS. То есть Double Security. Черепаха как символ прочности. Всегда красуется на часах Сертина. Водозащита этих часов 10 атмосфер или 10 бар. Воды не боятся. У Сертина это правило. Ниже 10 не бывает, в принципе. Даже у самых простых женских часов. Ну, и здесь же то же самое. 10 бар. Не зря я запустил, друзья, хронограф на такой довольно длительный отрезок времени. Хотел показать вам его обнуление. Давайте-ка остановим. Как видим, там уже несколько минут тоже намотало. Общий отрезок времени до 12 часов. Такой довольно объемный хронограф. И мы его, пожалуй, сбросим. И взглянем на обнуление счетчиков. Так приятно он смотрится. Приятно все ушло в ноль. Вдруг кому-то понадобится их настройка. Вытягиваем первое положение. Здесь мы можем подкорректировать дату. Во втором, соответственно, мы можем подкорректировать часовые и минутную стрелку. И в этом же положении, если мы нажмем верхний пушер и взглянем на фазу Луны, нажмем и удержим. Как видим, Луна двигается. В интернете смотрим, какие сейчас лунные сутки, какое положение Луны на небосклоне. Корректируем так же. И, соответственно, у вас Луна будет повторять движение. Луна на часах будет повторять движение Луны на ночном небосклоне. Защелкнем после всего заводную головку. Так, большую часть я рассказал. По весу, друзья, 83 грамма на кожаном ремешке. Модель есть и на браслете. Будет прилично тяжелее. В данном случае 83 грамма. Это очень комфортный вес. Ничего не отягчает. Кожаный ремешок. Такие себе, знаете, часы для выхода. В принципе, и на каждый день годятся. Это хронограф. 42 миллиметра. Реально повседневный такой размер. Но хорошо они смотрятся и для выхода. Для вечернего, в частности. Следующий. Внешний вид на запястье. У меня охват 17 сантиметров. У меня не крупная рука. Согласитесь, они очень хорошо легли. Знаете, что-то вот среднее между костюмником и casual часами. Потому что, ну, не костюмник, конечно, да, они... Это хронограф чуть больше такого костюмного размера. Но для casual тоже вот как-то слишком элегантно. Все так полировано, блестит. Лаковая кожа. Там циферблат очень приятный с его игрой с светом. В общем, такая ситуация. Друзья, пишите ваше мнение о данных часах. Они на самом деле интересны. Думаю, не повторят успех. Предыдущие модели DS8 Moonface хронограф. Теперь это уже хронометр. Кто не подписан, можете подписаться. Поддержать меня лайком. И всем пока.